всех приветствую мои родные любимые сердце мои дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле все йоги всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни чтоб все у вас было хорошо мы с вами продолжаем цикл моих лекций проповеди монологов о йоге во христе или йога глазами христианина в частности меня христолюбца а поводом я напоминать буду всегда явился комментарий или вопрос елены новикова о том как я отношусь к практике йоги и могу могут ли христиане заниматься восточным искусством на эти вопросы я в общем-то отвечаю в каждом видео из этой серии мы с вами находимся на второй ступень или степени йоги это не яма и 2 сегодня рассматривать с вами второй шаг сантоша ну по википедии переводится как скромность удовлетворенность настоящим оптимизм давайте почитаем что же у нас на сайте традиция надхов говорит о сантоше сантоша название такое довольно довольство тем что есть на данный момент но тут я сразу скажу вы знаете наверное у каждого христианина сразу же вспоминаются слова апостола павла великое благо быть благочестивым и довольно довольствуйте с тем же что есть да иисус говорил не терзаться тем что у тебя будет завтра да и будет ли не будет то что тебе нужно его бог все знает твое потребное ну давайте прочтем до конца что здесь написано потом поговорим удовлетворенность всем полученным при естественном ходе событий и добровольном отказе от наложения кого какого-либо рода взысканий на происходящее это правило предполагает сохранение бодрости и спокойствие в любой ситуации ума освобождается от честолюбия стремление к земным вещам и зависти по отношению к тем кто наслаждается подобными вещами однако не должно присутствует однако не должно присутствовать довольство нравственными духовными достижениями постоянно целеустремленность наряду с настойчивостью должны способствовать непрерывному прогрессу о чем речь ну тут я вам сразу скажу что в принципе я вот с этим правилом с этой добродетелью с этим шагом второй ступени степени не ямы йоги ступени йоги не ями добродетели такой как сантоши я абсолютно согласен мы с вами уж опять мужа с вами рассматривали такие добродетели шаги выполнить как нестяжательство простоту жизни да вы помните я уж не помню их санскритские названия поэтому буду выражаться русским русским языком и и вот это сантоша да то есть довольство тем что есть это вообще истина на сто процентов естественно кто знаком хорошо тут только вспомнил кто не знаком может быть меня слышит йог или не йог или человека ищущий прочитайте евангелие эта история о бога воплощении жизни и учения иисуса христа уж кто кто в совершенстве воплотил в себе эту добродетель так это тот же самый наш господь явившийся во плоти иисус христос ибо был абсолютно довольным тем что есть мы никогда в евангелии не читаем о его ропоте на чего-то там нехватку и прочих вещ вещах я вам уже вспомнил слова апостола и павла в частности у других апостолов полно таких мысль но вообще христианство нормального человека она в принципе и связано с этим конечно же я засвидетельствую своим опытом что вот это вот довольство тем что есть вот это вот мировоззрение она как всегда я скажу делает тебя абсолютно счастливым человеком вы знаете я же жил как и все до покаяния я все время терзался я строил планы так мне надо новый мотоцикл новую машину квартиры которыми никогда своей не было а лучше мне нужен дом шикарный да не один в разных концах света я должен заработать миллионы там везде должны быть большие бассейны и байни и все потому что я люблю купаться я люблю париться и все это должно у меня быть все самое лучшее я как-то из-за этого рву все места какие только можно я вечно даже если чего-то потом достигаешь понимаешь что это не делает тебя счастливым настолько насколько тебе казалось что сделает ты рвешь свое сердце ты терзаешься когда ничего у тебя не получается или даже или хотя бы даже не встраивается в твои планы ты дать что-то не успеваешь кризисы под кризисы какие-то не внеплановые расходы катаклизмы здоровье подшатывает до руки ноги ломает человек и все рушится и ты страдаешь терзаешься от того что ты этого не получил конечно же полноту счастья в жизни я обрел во христе когда господь мне открылся но я всем рассказываю этот простой путь он открывается через три через познание трех простых истин прежде всего вот это довольство вы знаете железный фундамент у него можно сколько угодно себя конечно заниматься каким-нибудь ауто тренингем психологическим убеждать себя что я довольны там да и в концовке сам в себе обманывать или других но по-настоящему понимаешь обретаешь эту так скажем добродетель а точнее это вообще никак не добродетель а твоя собственная природа это внутреннее состояние твоего духа души и даже тела когда ты принимаешь то что ты бессмертен поэтому всегда начиная именно с этого бог сотворил человека и прежде состворил его бессмертно и все бытие бессмертно в этот момент это знаете как вот так вот бац и у тебя озарение ты как будто входишь в это бытие ты как будто в нем растворяешься ты просто ты обретаешь мир только от того что ты принял саму эту истину который принц принимаешь ты или нет ты бессмертен только не принимаю ты страдаешь по жизни потому что ты живешь по-другому на все вопросы жизни ты смотришь ешь пей веселись сегодня урви кого-нибудь обидеть сам чего-то там и ты все время страдаешь а когда ты принимаешь что человек ты бессмертен и некуда бежать у тебя все завтра будет через тысячу веков будет но будет бог радость бог счастье вообще вся эта иллюзия вот это вот матрица временной жизни она создана как раз для того вот для твоего обучению добру и злу а не для того чтобы ты здесь спешил получить максимум всех удовольствия за такую коротенькую жизнь бог как ты все получишь я еще в раю тебе все дал а уж царство небесным там вообще будет нескончаемые кисельные берега да и всего на свете будет тьма дело не в этом господь говорит человеку своему чаду ты добру и злу обучись и избери добро а это все будет у тебя вот когда ты принимаешь вот это бессмертие тогда ты становишься абсолютно свободным абсолютно счастливым и ты понимаешь что тебе некуда больше бежать все что надо тебе господь тебе подаст сейчас завтра через миллионы лет ты вечен я делюсь этим именно опытом потому что да если вот без этого опыта вот эти все теории там до аутотренинг самовнушение они ненадолго все это развалится когда ты примешь бытие истину который есть в том что человек ты бессмертен и ты свободен всегда даже перед лицом этой псевдо смерти на самом деле никакой смерти в принципе не существует ты ты человек ты уже бессмертен просто априори в вечности ты просто всегда есть ты обретаешь полноту счастье тогда конечно же ты становишься довольным и знаете вот это тоже довольство уже само по себе в свою очередь вот это довольство которое ты обретаешь по посредством принятия того что ты вечен уже и это довольство опять тебе знаете благодать на благодать как она богослов выражался вот это действительно так это я вам по-братски открываюсь как всегда ничего не скрывает так и есть вы знаете до покаяния что же у меня было какие-то проблемы и долги там то влезешь то вылезешь да вот 10 лет как я покаялся живу во христе и я счастлив уже много раз говорил вы знаете я стал испытывать счастье простых вещей меня нет никаких долгов все какие-то все что посторонний я все урезал и я минимум каких-то вещей я минимум содержу да я стараюсь минимум обрастать какими-то даже ты вроде бы как должен за коммуналку платить понятное дело но это настолько минимум да и я выбираю всякие минимальные тарифы чтобы меня ничто не тянул что я всегда мог с этой нагрузкой справиться да если даже сейчас сегодня сложности жизнь то она вот такая завтра будет хорошо ты все выплывешь не так что действительно люди там до влазит в многомиллионные долги я ну я на примере денег беру конкретно многим очень близко это естественно да и потом в петлю лезут вот здесь то же самое и вы знаете вот это вот довольство тем что у меня есть оказалось что есть у простого человека ну есть то что вот есть что бесплатно пока оговорюсь пока в современной мире непонятно когда нам скоро дышать запретят воздух да я дышу я радуюсь есть глаза я вот вижу все что я вижу и не обязательно не ехать во все страны мира и смотреть все достижения культурной цивилизации да я вот просто хожу и радуюсь тому что я просто вижу и что я вижу пусть это букашка в моем городе на моей улочке в моей деревеньке там да ты начинаешь действительно быть довольным тем что есть вы знаете это такая свобода само это довольство чем не искусственно я не знаю как это не то что не знаю я вам сам рассказываю механизм эту цепочку но я вам не могу объяснить не могу вернее гарантирует у всех ли так это прям сработает тоже не знаю степень вашей искренности и степень вашего желания наверное прежде всего да то что на самом деле действительно вот это вот довольство и вот это вот нестяжание помните там все вместе то что мы рассматривали это вот все в совокупе начинает действовать действительно само она приносит тебе счастье радуйся тому что есть вот мне понравилось на википедию был употреблено даже слово какой тут оптимизм да сейчас еще раз удовлетворенность настоящим оптимизм оптимизм известная да вот как мы с вами я то есть мы с вами религиозными вроде языков говорим но и немножечко что возникает и есть такой есть такие словечки которые даже и религиозные люди не употребляют больше употребляют какие-нибудь системы мыслительские да вот минимализм там оптимизм даже да мы же не найдем в библии такие слова допустим в той же самой не знаю во всех ли там егических писаниях найдем все это вот оптимизм кто знает это человек как бы оптимистическое мышление когда человек во всем видит хорошее да вот это тоже я же до покаяния опять вспомню да у меня были не то что жуткие депрессники ну как у всех были вы знаете вывести из них меня было очень тяжело это не проявлялась прям может быть у всех по-разному в какой-то агрессии в какой-то полной замкнутости но я уходил в себя мог узнать и у меня я уходил у меня не было плохое настроение да и кто был близко со мной женщина допустим какая-то которая живет все это печалька до меня не трогал я просто естественно ты недоволен потом всем все это вываливается на всех то я всем свидетельствую что 10 лет у меня нету никаких депрессий да я нигде не лечился то есть меня исцеляет полностью всего господь истина христос бог любовь вот это вот бессмертие свобода она исцеляет вообще абсолютно это всего ты обретаешь полноту счастья и всегда об этом неустанно говорю и по-моему на ли моем лице это всегда видно меня с первых моих выкладок в ю тубе все время тыкали религиозники за то что я лыблюсь постоянно да то я лыблюсь потому что лицо отражает мою внутреннюю сущность и существо и состояние души и духа у меня бывают конечно сейчас какие-то знаете понятно жизнь одно и то же проснулся позавтракал как белка в колесе даже вот когда ты занимаешься любимыми вещами в частности пробовать это мое сейчас любимое дело я не занимался более любимым и действительно полезным делом чем вот это проповедование в своей жизни да хотя это точно также надоедает и приедается и через силу и за добро ты злом тебе платят ну ты это делаешь и конечно же сама эта рутина потому что я к этому отношусь много раз говорил как к работе ни свет ни заря я уже сижу за компом ложусь когда уже все спят наверное да вот сплю я недолго немного там пять-шесть часов и в общем-то всегда сын и опять же потому что это мое мне это нравится да занимаюсь людям евро у меня я в жизни своей создал атмосферу вокруг себя вот этого вот легкости да я вру я не лезу ни в какие долги больше да мне что-то господь подает я радуюсь этому плюс когда мне надо он не всегда падает я уже в этом не раз убеждался но и тут уже не знаешь где какую гармонию как это не найти а как понять то ли ты просто всем доволен то ли господь реально все подает а на самом деле все вместе господь тебе подает то что нужно и ты всегда доволен тем что он тебе подает вот она гармония да я между это черту тяжело провести кому приписать святость да да добродетель богу или тебе кто из вас да лучше на самом деле мы оба идеально да то есть господь тебе всегда и как иисус говорил вот ими не терзайтесь о том что вам есть что пить даже во что одеться завтра сегодня заботись а завтрашнем бог всегда попечется причем иисус никогда не проповедовать не говорит о том что мы не не можем планировать я что-то планирую я плотнирую свою деятельность даже от проповедническую тот тот я буду записывать собираю материалы вот завтра муж вообще не проснусь наш планирую я не терзаюсь этим интересует не получается меняется план вот раньше в жизни за все это переживал каких планов понастроишь даже вот попробуй по проповеди с моим знаете тоже отношением к идеализму я начинаю сам себя корить вот я тут настроился это сделать а сам три дня там в лёжке пролежал по болячке или какие-то дела были начнется сбиваться планы там до какой-то грушится график выпусков раньше я переживал за тоже сейчас мне все до лампочки кто меня давно слушать знает такую же мой одну из кроватых фраз и цветой пофигизм я говорю да да лампочки нет и знаете я в жизни вот этот опять ключ еще один я стал смотреть позитивно на все вещи я опаздываю куда-то на поезд на самолет даже значит так надо да я понятно виноват я сам сам может промельтешился но раз это происходит значит что-то мне благо я принял эту мысль и что ты никогда ничего не теряешь ты лишь освобождаешь место для нового вы знаете да такое тоже то есть ты не просто это какие-то учения которые ты пытаешься навязать ты реально практикуешь их правда только я всем говорю что тут этим практикам еще там практиковать ты один раз это принимаешь себя вы знаете вообще покаяние и восхождение в небесное царство она настолько легко и просто если она настоящая к сожалению просто людям кучу лжепутей показали и они вот ими ничего не достигает потому что они не идут не туда это ложные то беговые дорожки на первом этаже они бегут они никуда не восходит настоящий путь иисус прямо сказал заповеди мои легкие и иго мое благо это правда я свидетельствую к христианин идущим путем иисуса христа это правда заповеди его благе и крест его и путь его на самом деле легок и заповеди легких хотите путь благо да тут все как угодно переворачиваю все об одном суть вот этот все мировоззрение она делает тебя абсолютно счастливым тебя самого вот кому это нужно мне ну и заканчиваю надеюсь достаточно было поговорили сегодня под сантоши тут я так понимаю никаких у меня вообще противоречий нет я думаю что йога если бы даже более пространные какие-то труды на этой темы из речения почитали говорили бы что-то типа в этом духе и тут я могу сказать только истина естественно мое отношение положительное нужно ли христианам практиковать такую йогу такую добродетель такую путь или как угодно до упражнения в своей жизни как сантошу то есть довольство тем все что есть оптимизм до радости жизни тому что есть конечно же не не можно а нужно и обязательно вот такой мой вердикт как христианина и рекомендация конечно же будьте довольны будьте всегда счастливы будьте оптимистичны никогда не грустите не расстраивайтесь куча страданий вы думаете у меня жизни проблем с вам при этом не бывает бывают еще тоже какие и вы знаете вот действительно само это мирозрение я хоть и говорю с одной стороны бывают а сам думал какие а потому что я их и переживаю прохожу все именно вот так у меня у моих близких есть скорби есть сложности но все это разбивается о камень который есть христос об истину а любовь свободу бессмертия я в конце все-таки как десерт вам как вишенку на торт положу чем я всегда постоянно говорю находится сделать это в этом ролике вдруг меня будет слушать какой-то человек впервые до который никогда меня не слушал любая истинно она очень проста и то что я вам сейчас дам это очень ценно приняв это не только в теории но и и реализуя в своей жизни на практике вы обретете полноту счастья любой вопрос в жизни вы конечно пройдете долгий путь мытарство будьте разные вот такие вот учения изучать вот такие животные куча ступеней в ступенях еще подступенечки шаги концовки вы придете в полноту счастья и наслаждения и радости и познания бытие когда вы поймете что любой вопрос в жизни открывается через три божественной природы через эти три призмы это бессмертие всего существующего его бог есть он есть бытие бессмертие это свободу даже перед лицом это видимой смерти смерти тела избирать между добром и злом и что избирая это добро это есть любовь а это есть счастье аж когда я люблю ту историю добра дела и меня любит я обретаю полноту счастья вот через это бессмертие свободу и любовь то есть счастье радость мир любовь себя все включает это совокупность всех этих совершенств и их природ вы рассмотрите любой вопрос в жизни вам все откроется вы найдете ответы на все вопросы как поступить что делать вы сами напишите книгу истины своей жизни потому что началось все это своей жизни сотворить и сможете этой радостью поделиться с другими научив их этому а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok